Все слышали про огромных животных, о которых рассказывают легенды. Они пугают и поражают, но они не только плод воображения. Гигантские монстры есть и в реальности. И самое удивительное, некоторых из них людям даже удалось поймать. Можете себе представить? Вот 10 таких поразительных чудовищ, которых когда-либо ловили люди. Номер 10. Гребнистый крокодил Лалонг. Крокодилы – ровесники динозавров, и они прекрасно жили и живут благодаря хорошей адаптации. Потому неудивительно, что они могут вырасти до огромных размеров. И один из крупнейших из них живет на Филиппинах. Это Лалонг, и его длина 6 метров. Этого гребнистого крокодила поймали в Буноване. Охота на эту особь началась из-за беспокойства жителей местной деревни. Никто не ожидал, что Лалонг окажется настолько огромным. Ему было примерно 50 лет, когда его поймали. А весил он более 1000 килограммов, или тонну. С таким весом и длиной он побил рекорд, принадлежавший крокодилу из Австралии, который был 5,5 метров в длину. Увидеть его, к сожалению, не получится. Лалонг умер в феврале 2013 года. Это произошло из-за отказа органов и стресса из-за содержания в неволе. В гибели обвинили местных чиновников. Лалонг мог бы прожить много лет, если бы условия были лучше. Номер 9. Китовая акула из Пакистана. Многие морские животные вырастают до огромных размеров. Например, китовая акула. Самую крупную ее особь выловили близ города Карачи в Пакистане. Рыбаки умудрились поймать этого внушительного гиганта длиной 11 метров и весом целых 7 тысяч килограммов. Или 7 тонн. Акула была настолько огромной, что потребовалось два крана, чтобы поднять ее. Печальный факт заключается в том, что ее нашли в море уже мертвой. Так что рыбаки не убили ее. Они выловили ее труп. Эксперты считают, что она погибла после того, как запуталась в рыболовных сетях. Если бы она была жива, акула была бы опасна для людей. Так ведь? Нет. Этих акул считают нежными гигантами. Они питаются только планктоном, растениями и мелкой рыбой. С ними даже можно плавать бок о бок. Номер 8. Ремень рыбы из Калифорнии. Морские обитатели часто фигурируют в мифах и преданиях самых разных стран. Один из самых популярных среди них – морской змей. Возможно, вдохновлен ремень рыбой. Сразу две особи этого вида поймали в Калифорнии в октябре 2013 года. Одна была 4 метра в длину. Ее нашли на пляже Оушенсайд. А вторую, более длинную, выбросила на берег в заливе Тайон. Обе рыбы, к сожалению, уже умерли к тому моменту, когда их обнаружили. Но их длина была поразительна. Несмотря на длину и размер, ремень рыбы не угрожает людям. Она тоже ест только крошечный планктон, и у нее даже нет нормальных зубов. Она сильно отличается от легенд про морских чудовищ. Нам повезло увидеть этих рыб, но считается плохим знаком, если их видят на мелководье или когда их выбрасывают на берег. Говорят, они предвещают надвигающиеся землетрясения, которые они почувствовали у морского дна, из-за чего и уплыли прочь. Номер 7. Гризли с Аляски. Вы смотрели мультфильм «Храброе сердцем»? В нем есть огромный медведь по имени Морду, который сел хаос повсюду, где он появлялся. Но даже этот гигант не мог бы противостоять самому большому медведю Гризли, пойманному в Фэрбэнксе на Аляске. Ларри Фиттжеральд и его друг просто охотились на лося, когда они наткнулись на невероятных размеров Гризли почти 3 метра в высоту. Повинуясь инстинкту самосохранения, Ларри застрелил этого огромного монстра. И хотя он даже не собирался стрелять по медведям, он поставил мировой рекорд. Насколько большой была эта особь? Гризли измеряют по длине и ширине черепа, и у этого голова была размером 68 сантиметров. Крупнейший размер среди убитых людьми медведей. Впечатляет! Номер 6. Золотая рыба из озера Тахо. Мы привыкли, что золотые рыбки маленькие и изящные. Но если бы они вырастали до огромных размеров, вы бы все еще считали их милыми? В озере Тахо обитают огромные золотые рыбы. Настолько огромные, что они длиннее руки. Взгляните на эту фотографию с Рафаэлем Биогини, который держит самую большую золотую рыбу из озера Тахо. Учитывая, как легко сейчас редактировать фото, многие люди решили, что это фотошоп. Но на ютуб-канале Биллз Ченнел подтвердили, что фотография настоящая. Биогини опубликовал ее у себя в Фейсбук. Привычные нам золотые рыбки и этот гигант сильно различаются в размерах. Но они из одного семейства. И более того, это один вид. Как этот гигант попал в озеро Тахо? Ученый-эколог по имени Судиб Чандра объясняет это выброшенным аквариумом. Рыбки вторгаются в экосистему, угрожая ей. Так что теперь вы знаете. Не выпускайте золотых рыбок. Мы прошли половину списка. Но давайте остановимся и посмотрим на это фото. Вы знаете этого морского обитателя? И, наверное, вас тоже давно интересует, почему именно на дне океана живет так много странных и огромных существ. Напишите в комментариях, если знаете. Или досмотрите до конца. Номер пять. Волосистая циания из Массачусетса. Все знают, кто такие медузы. Эти подводные твари могут сильно ужалить своими щупальцами. Их редко можно разглядеть в воде из-за полупрозрачных тел. Но волосистую цианию очень легко заметить. Поверьте, в девятнадцатом веке на побережье залива Массачусетс заметили невероятно огромную цианею. Насколько гигантской была эта особь? Ее колокол. Верхняя часть был более двух метров в диаметре, а щупальца выросли до 36 метров в длину. Для сравнения, ее колокол был больше длины матраса Кингсайз. А щупальца были длиннее, чем знаменитый двухэтажный автобус, который ездит по Лондону. Можете представить, что это был за монстр, и эта особь оказалась крупной даже для своего вида. Как правило, у этих цианей ширина колокола несколько метров, а щупальца вырастают до 30 метров. Это была уникальная находка. Номер 4. Кальмар из Антарктики Кракен – это огромное морское чудовище, похожее на кальмара, которое уничтожало корабли. В минувшие века его боялись многие моряки. И у них были на то причины. Ведь нечто похожее на Кракена поймали в Антарктике. Кальмара-колосса поймали в море Росса. И название соответствует его размеру. Его длина где-то 13 метров, а весил он приблизительно 500 килограммов. То есть, он был больше стандартного школьного автобуса. Попробуйте это представить. Его глаза были размером с обеденную тарелку. А если бы вы захотели сделать из него кольца, вам понадобилась бы сковорода размером с тракторную шину. Даже эксперты не уверены, насколько большими могут быть кальмары-колоссы. Может быть, легенды о Кракене были правдой, и они говорили про этих кальмаров. Это страшно, но вполне вероятно. Номер 3. Панцерник с озера Катар. Мы знаем, что динозавры давно вымерли. Правильно? Вот еще одно напоминание о них. Внушительный миссисипский панцерник. Конкретно эту особь поймали в Виксберге в штате Миссисипи. И она была весьма пугающей. Это самый крупный из пойманных панцерников. Его выловили 14 февраля 2011 года. Этот хищник выглядит как смесь рыбы, аллигатора и динозавра. И неудивительно, что вскоре его прозвали рыбой-динозавром. И такое прозвище подходит панцернику. Длина той крупной особи 2,5 метра. Диаметр больше метра. А весил этот гигант целых 148 килограммов. Отличный улов в День Святого Валентина. Это самая крупная пресноводная рыба в Америке. И, наверное, увидеть ее вживую, да еще и такого размера, было невероятно. И на два ряда страшных зубов тоже стоило посмотреть. Номер 2. Гуаса из Флориды. Вы когда-нибудь видели рыбу размером с человека или даже больше? Кажется небылицей. Но небылицей пугающей. Поверьте мне, когда я скажу, что такая рыба существует. И у нее подходящее название. Это гуаса. Или группер голиаф. Название, что надо. На этом старом фото видно, насколько она большая. И она была явно длиннее людей. Ее поймали в Фернандино Бич в штате Калифорния. С приманкой из пятнистой макрели. Она весила 308 килограммов. И это самая тяжелая из пойманных гуас. В Международной ассоциации рыболовов она держит рекорд с мая 61-го года. И этот рекорд так и не побили. Прошло много времени. Так почему до сих пор не поймали более крупных гуас? Дело в том, что вид под угрозой исчезновения. И его охраняют. Поэтому, сдается мне, мы теперь вряд ли увидим еще более внушительных гуас. Номер один. Крупнейшая акула-молот из Бока Гранда. Акулу-молот считают невероятно злобным и грозным хищником. Если бы вы ее встретили и выжили, а уж тем более поймали, это было бы настоящим подвигом. Это удалось сделать Баки Деннису. Он поймал самую крупную акулу-молот известную человеку. Деннис боролся с ней почти 6 часов. И в конце концов смог вытащить ее. Она была 4,5 метра в длину. И весила 580 килограммов. Такой улов обеспечил Деннису мировой рекорд в ассоциации рыболовов. И его так и не смогли побить с 23 мая 2006 года. Такое достижение стоило отпраздновать, верно? К сожалению, этого не произошло. Деннис прославился, но по другой причине. Дело в том, что он поймал акулу, беременную 55 детенышами. Его критиковали куда больше, чем хвалили. А теперь вернемся к тому вопросу. Это большеротая акула, выброшенная на берег Маригандуна на Филиппинах. Редко можно увидеть этого гиганта, обитающего в глубине океана. И о нем известно мало. Но почему в глубинах океанов живет так много огромных существ? Можно объяснить это так называемым глубоководным гигантизмом. Обитатели глубин вырастают до гораздо больших размеров, чем их мелководные родственники. Фактором, способствующим таким явлением, является потребность в повышении эффективности поиска пищи. Поэтому их становится все больше. Другая теория заключается в том, что снижение температуры, характерное для океанского дна, создает стимулы для увеличения размеров тела. Какое существо удивило вас больше всего? Вы бы хотели оставить их в живых? Расскажите в комментариях под видео. Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok